Продолжение следует... Мы же свои люди. Время сейчас тяжелое. На фирмы наезжают, крышу предлагают. На твою контору-то можно будет рассчитывать? А мы тебе рекламу по телевидению, по бартеру. Будут проблемы, звони. Ну, а насчет рекламы... Реклама нам, пожалуй, ни к чему. Как часто Порхаренко трахает тебя в своем кабинете? Раз. Иногда два раза в неделю. Он так стресс снимает. В последний раз когда было? Это не восемь назад. У меня потом месячные начались. А когда это обычно происходит? После работы? Иногда после работы. Но чаще в обеденный перерыв. Он звонит мне заранее по телефону. Говорит, зайдите ко мне, Юлечка. Бумаженцы у меня поднакопились кое-какие. Значит, когда он в следующий раз позвонит, ты должна оставить у себя на столе какой-нибудь условный знак. Зачем? Не твоя забота зачем. Ты должна делать то, что тебе говорят. Какой знак? Ну, пачку мальбор оставишь на столе. Ой, мальбор нельзя. Утащит. Ну, хорошо, расческу оставишь какую-нибудь. Расческа есть? Расческа есть. Вот ее и оставишь, только не забудь. Как сама? Как жизнь? Это не жизнь. Это не жизнь. Челищеву не было ее жаль. Во-первых, как он считал, Юля сама распорядилась своей судьбой. А во-вторых, во-вторых, что-то случилось с самим Сергеем. Чувство жалости и сострадания словно умерло в его душе. Или, по крайней мере, глубоко уснуло. Это скрытая камера, Евдокия Андреевна. Сереж, не слишком ли крутую кашу завариваешь? Кашу заварил не я. Задание выполнено, босс. А наркота? Молодец, спасибо. Саша, тебе нужно будет в Москву смотаться. Когда? Сегодня. Генеральному прокурору. Конверт бросишь в ящик в прокуратуре, а пакет оставишь на рецепции в гостинице Украины. Здесь не наркота? Вези спокойно. Как оставишь, сразу бери обратный билет на дневной поезд. Что еще? А еще я тебе с девушкой познакомлю. Нравится? Здрасте. Здрасте. Саша, Юля. Значит так, слушайте меня внимательно. Вы должны будете сыграть один спектакль. Сегодня вечером вы будете ужинать в кабачке Форд. На Петроградской стороне, знаете? Вам нужно будет сыграть влюбленную парочку. Тупого быка и его веселую подружку. Сыграем. Не отвлекайся. Дело очень серьезное. В кабачке есть бар. Бармен Юра. Плотный мужик с зайчей губой. Нужно сделать так, чтобы он услышал ваш разговор. А в разговоре этом, помимо телячьих нежностей, должна проскочить информация о том, что в четверг вечером в ЦПКУ в местечке кричи-не-кричи должна состояться разборка между приезжими сванами и местной братвой по поводу одного кавказского барыги по фамилии Колаладзе. Потом расплачиваетесь и уходите. При этом вы, молодой человек, должны успеть туда, куда надо. Ясно? Ясно. А обниматься для убедительности можно? Можно. Чилищеву очень не нравился игривый настрой Саши, но отступать было поздно. Позже Сергей очень пожалеет о том, что инструктировал выдривное Юлю вместе, а не по отдельности. Он вообще пожалеет о том, что затеял всю эту комбинацию. Но все это будет потом. Сейчас Сергей гнал к развязке. И даже вопросы собственной безопасности его уже не очень волновали. КОНЕЦ 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 Сережа, я пойду. Опаздывай уже. Дель закроешь сам, ключи в прихожей. На трюмо. Встречаемся, как договорились. В Цыпаково. Стрелка в 3.30. Но все же могут опоздать, как всегда. Трубку держи включенной. Хорошо? Если я задержусь, начинайте с танцором без меня. Ага. Столько дел. Ну, до встречи. Сергей понимал, что, скорее всего, Катю он больше не увидит никогда. Информация от бармена Юры, который работал на ОРБ, попадет в 15-й отдел к майору Кудасову. Кавказцами занимался именно он. Поэтому Кудасов должен был клюнуть обязательно. Он будет брать тех, кто приедет на стрелку в ЦПКО. Только вот рыбка в сети попадется другая. О, мой дорогой хороший. Идиот. Ты моя рыбочка. Ты моя рыбочка. Николай Степанович, вы что, совсем с ума сошли на старости лет? Бордель устроили в служебном кабинете? Вы хоть бы мундир снимали. Буратиновый наш. Мы тут пленку посмотрели с вашим участием. Со стыда сгорели. Да нечего тут понимать. Приготовьтесь к серьезному и неприятному разговору. Кстати, это не единственный сигнал о вас. Сопляки. Щенки. Суки позорные. Блин. Я всю жизнь верой и правдой. Субтитры сделал DimaTorzok. 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 Добрый день. Субтитры сделал DimaTorzok. Господи. Что же я делаю-то? Что я делаю? 7-3-2-7-16 Остановить машину ВАЗ-2108 Внимание всем постам, остановить машину Судьба сыграла с Челищевым очень странную злую шутку Сергей предполагал устроить небольшое ДТП, которое должно было стать для него неким алиби Первоначальный план притворился в жизнь с удивительной точностью Несмотря на то, что сам разработчик в последнюю минуту попытался от него отказаться Казанский Начинай сам, танцор Сережа подъедет подключиться Привет! Здорово! Легалом стал, сучанок! Сыкаемся! Стой, стрелять буду! Стоять, я сказал! Мордой вниз! Лежать! Руки за спину! Ноги! Лежать, суки! Лежать! Стой, куда! На колени! На земле, сказал! Быстро! Вылезай, тварь! По одному в машину бегом! Что тебе повторять, козел? Пошел! Пошел! Знакомая фигура Свободен! Из машины выйдите, пожалуйста! Здравствуйте! Здрасте, здрасте! Куда рванул? Куда? Я прошу вас разобраться объективно! По-моему, произошло недоразумение! Конечно! А как же? Разберемся! Сроки, установленные законом! Сумочку вашу, позвольте, пожалуйста! Что? Сумочку, позвольте! Благодарю! Вы бы лучше бандитов ловили? А за нас начальство решает! Кого ловить, кого нет! Скажут, бандитов ловить будем, бандитов ловить! А пока вот приходится юных птицеводов беспокоить! Екатерина Дмитриевна, о чем вы объясните тот факт, что в вашей сумочке находится загранпаспорт на имя Добрыниной Виолетты Максимовны с вашей, между прочим, фотографией? Это... Провокация. Я первый раз в жизни вижу этот документ. И на ваши вопросы без адвоката отвечать не буду. Адвокат, Екатерина Дмитриевна, вам не поможет. Опаньки, загрузились! Адвокат, это последний. Екатерина Дмитриевна, если вас не затруднит, сапоги снимите ненадолго. Что? Сапоги снимите, пожалуйста. О, еще один клиент! Давай, отсюда! Давай, догуйся! Ну что ж, Екатерина Дмитриевна, придется справиться с нами, Ритеймей. Там разберемся, откуда что взялось. Говоришь, повязали всех? А Чилищев? Он что, на стрелке не был? Нет. Найди мне Чилищева! Черепу позвони, людьми поможет! Из-под земли мне его достань! Моя фамилия Кудасов. Звать Никит Никитыч. Откуда у вас оказался паспорт на имя Добранины? Ну хорошо, а что вы можете сказать по поводу найденного у вас наркотика? Почему вы молчите? Я не знаю, что говорить. Мусар не валялся. А машина его на улице стоит простреленная. Сейчас на штрафстоянку полокут. На сколько его повязали-то? 15.35. Ага. Что произошло-то, Сереж? Что случилось, сынок? Я не знаю. Стрелять нашли. Что мусора говорят? А что мусора? Говорят, что несся, как сумасшедший. На команду сотрудников не реагировал. При задержании пытался скрыться. Они теперь на своем твердо стоять будут. Им же тоже нижний тагил неохота. Обоснованное применение силы. Ладно, вези его в костюшку. А то, не дай бог, да, пацанов там поставь, чтоб проследили. Что-то часто в нашего Сережу в последнее время стрелять начали. Так ведь они и попасть могут. Почему у этой суки на стрелке оказались наркотики? Почему мусора начали стрелять чилищего? Что происходит? Как только Катя спросила себя, кто мог подложить ей наркотики и поддельный паспорт, ответ возник сразу же. Он напрашивался сам собой. Сергей. Она боялась этого ответа, гнала его от себя, но логика вещь упрямая. Чилищев знал секрет ее сапожек, вполне мог обнаружить в квартире тайник с паспортом. К тому же Сергей в последнее время вел себя как-то странно, непонятно. Катя чувствовала, что он что-то скрывал от нее, о чем-то постоянно напряженно думал. Почему же ты меня предал, Сереженька? Ты как здесь? Ты что, попусть бы я тебе исповедовалась? Ты, бля, целку-то и сядь, не изображай. Слушай, я устала. Спать хочу, ложись ты. Секуха ты фраерная. Это ты там была начальником, а здесь-то никто. Давай меняться. Слушай, отстань ты от меня. Ах, вот ты как. Снимай пиджак. А-а-а! 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 Сванюча! Я тебя замочу, гадина! Я тебя убью с мамой ногами! Мама сегана! А-а-а! Ну-ка побеседуем с Ванцева, а то ты тут всех перебьешь. Ну-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у. Что желаете рассказать? Ничего. Ой, слушай, ты мне, Ванька, ты не валяй. Я сейчас приму заявление от гражданки, которую ты избила. Накинем тебе еще годик-три. Делайте, что хотите. О-о-о! Только не надо меня учить, что я должен делать. Ты ведь у нас надолго теперь. Знаешь поговорку, почему большой дом большой? Потому что с него Магадан видно. Вы, простите, забыла, как вас зовут. Вы бы побрели, зубы почистили, в баньку бы сходили. Ты у меня пошутишь. Ты у меня пошутишь. Так пошутишь, что тебе совсем не смешно станет. Ясно? Так, что вы знаете об антибиотике? Антибиотик – это такой медицинский препарат. Используется в антибогатериальных целях. В частности, для лечения венерических заболеваний. Угу. Если у вас какие-то проблемы... Это у тебя, сука, проблемы! Я тебя спрашиваю про Витьку-антибиотика! Я таких не знаю. Не знаешь? Вот ваша фотография. Ой, это тот человек, с которым мы в спортивный клуб ходим вместе. Угу. И всё? И всё. Угу. Если вы такой осведомлённый человек, у вас должны быть и другие фотографии. Всё, я устала. Больше разговаривать не буду. Отвезите меня в камеру. Ну, смотри. Встать! Руки за спину! Только смотри, сучка, ты у меня об этом ещё пожалеешь. Я тебе гарантирую. Вперёд! Субтитры сделал DimaTorzok Что ж ты, Валерка, по-человечески одеться-то не можешь? Что, денег не хватает? У нас оденешься, как же. Ха, я вон вчера с дуру на работе пачку Кэмэла вытащил. Так чего, сразу? Откуда? Откуда такие деньги? Коррупционером назвали. Ха, трудно тебе. Как там наша девушка? Молчит. Как Зоя Космодевьянская. Ты её на наркотики колони. Наркотики ключ ко всему. Да я не могу. Её завтра в кресты переводят. А кто ей занимается? Стёпа Чокнутый. Ну, из 15-го отдела. А, куда, сорцы? Да, с этими по-людски не поговоришь. Единственное, что точно удалось узнать, это что взяли они не тех, кого собирались. Ну, начальство там говорило, что Маркову повезло, так и так, мол, подфартило, мол, случай такой. Подфартило, говоришь? Ну-ну. Ты, Валера, эту тему пробей. Да там никак не пробьёшь. Про этих из 15-го отдела недаром все говорят, что на этой шпиновании наглого поехали. Ну, ничего, недолго им осталось. Они неактуальными задачами занимаются. И это в то время, когда страна наша задыхается от уличной преступности. Короче, задача тебе ясна? Ну-у. Рой, дальше. Штирлиц ты наш. Субтитры сделал DimaTorzok Следующий. Открой рот. Вещи на стул. Фамилия, имя. Руки подними. Статья. Повернись. Ноги на ширине плеч. Присядь. Ягодица, раздвинь. Поднимайся. Рот открой. Повернись. Здравствуй, Серёжа. Говорят, ведёшь себя плохо. От еды отказываешься. Врачей не слушаешься. А я тебе соку принёс. Давай выпьем на двоих. А? Может, не отравимся? Ты не беспокойся. Тут все свои. Тут тебя никто не обидит. Ну-ка, попробуй-ка. На-ка, осторожно. Осторожно. Ай, молодец. Ай, умница. Серёженька. Молодец. Очень хорошо. Молодец. А где Катя? Почему её здесь нет? Ты же ничего не знаешь. Катя в крестах. Наркота на ней. Танцор погиб. Танцор погиб. У нас разговора не было. Ты лежи, лежи, не волнуйся. Меня вот что удивляет. Кокаин. Это казанцев тема. С ними же и стрелка была. Странное какое-то совпадение. Мысли нехорошие возникают. Не крысятничала ли наша Катерина? Как думаешь, Серёжа? Нет. Катя. Она не могла. Виктор Павлович. Катя в тюрьме. Она там не сможет. Ей помочь надо. Я прошу вас. Могла, не могла. Запомни, Серёжа, все бабы дуры. Они не головой думают, а своим сладким местом. Есть глупые дуры, а есть умные, но тоже дуры. Катя не баба. Ну ладно, не будем спорить. Ты выздоравливай. Лежи спокойно. А то, что там на стрелке произошло, мы всё выясним. Разберёмся. Выздоравливай. Значит, жизнь мне осталась. Только до встречи антибиотика и Кате. В том, что она догадалась, откуда паспорт и наркотики. Сомневаться не приходится. Сомневаться. Сомневаться. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Здравствуйте, Екатерина Дмитриевна. Здравствуйте. Прошу вас, садитесь. Я надеюсь, что смогу вам помочь. И ваше пребывание здесь будет, по возможности, недолгим. Спасибо. Обсудить профессиональные темы мы с вами еще успеем. А сейчас у меня к вам приятный сюрприз. С вами тут побеседовать хотят. Здравствуй, Катерина. Как ты тут? Нормально. Откуда у тебя кокаин-то оказался? Давно на него подсела? Ну, что молчишь? Это не я подсела. Это... Сашка-танцор. У него, оказывается, давно эти проблемы. Только он скрывал. Без порошка он уже не мог. Я в Сибирь, когда летала, тогда и узнала об этом. Он боялся, что выплывет и что вы его исклили, где его выгонять. Я его хотела к врачам свести, а пока помогала ему, сам бы он не справился. Да мне проще. В общем, виновата я. Я просто думала, что лучше из моих рук, чем на стороне его кто-то будет снабжать. После стрелки ему отдать должна была. У него уже ломка началась. Допустим. А где зелья брала? Да когда где? На Некрасовском, в Невских мелодиях. Ну, кто знал, что так получится? В общем, виновата, я понимаю. Паспорт как оказался в сумке? Я его перепрятать хотела, да и не успела. В общем, все одно на одно наложилось. Крутовато наложилось. Наркоту отбить тяжело. Да. Ну, ладно. Как тут? Не обижают? Нет. С продуктами помогу. Одежонку кое-какую пришлем. Книги, журналы. Когда вызвали, не знаю. Ох, наломала ты дров. Всех подвела. Какие еще просьбы будут? Можно мне с Сережей повидаться? Посмотрим. Он приболел сейчас? Как врачи решат? Может, и устроим? Что с ним? Да ничего особенного. Мусора попинали ногами. Правила дорожные нарушил твой Сережа. Ты за него не переживай. Ты за себя волнуйся. Ах, подвела ты меня, Катерина. Подвела. От адвоката Малявы. Угу. От адвоката Малявы. Хе. Передай по назначению А эту я сам передам Выводи, Юра Заходи Малява для тебя Котенок, что случилось? Почему ты здесь? Что тебе нужно? Все будет хорошо, ничего не бойся Люблю затетым притом Олег Заявки в библиотеку Что это с ней? Да, она беременная Серый, здравствуй Через надежную оказию Срочно дай ответ Что за тема у Кати Я чувствую, что витамин гнет свое У меня остались ты и Катя Никому больше не верю Чего я тебе желаю Вместе мы сила С тобой мы такое замутим Я здесь времени зря не терял Как сам Слышал, тебе досталось? Держись Обнимаю крепко Надеюсь, вскоре свидеться Твой братишка Олег Антибиотик, конечно, догадался Что под витамином Имеется в виду он Но дело было не в этом В мятом обрывке бумаги Виктор Павлович усмотрел Две нехорошие тенденции Явно выраженное недоверие К своей персоне И отчетливое стремление К сепаратизму К выходу из-под контроля Но Виктор Павлович Потому и считал себя умным человеком Что предпочитал упреждать Неприятности Возможные даже В отдаленном будущем Потому и дожил До своих лет Нет, пацаны Сеглы вы еще Боливар двоих не вынесет Здравствуй, Сережа Ну как ты тут? А я тебе свое лекарство Принес Это вино Тебя быстро На ноги поставит Выпей Ну Что же ты? Пей до дна Пей до дна Ну вот и хорошо Твое здоровье Как там Катя? Ну как? Не курорт же там, сам понимаешь Помогаем, чем можем Сама себе эти праздники устроила Как сама? Да так Она ведь лишь шмыгалова Для танцора таскала Царствие имя небесное Пацан на наркоту сел Она его жалела Ну вот и дожалелась Вот так Танцора почему? Откуда известно? Сама сказала Слава Богу Хоть ума хватило Мне не соврать Я ее навещал на медне Кстати, Катерина Дмитриевна Очень просила Чтоб ты ее тоже проведал Ее не сладко сейчас Я думаю, нужно уважить барышню Заодно и расспросишь Обо всем сам А может и другие вопросы решишь Если захочешь Где проведусь? Ну как где? В Крестах Где же еще? Там паренек будет Из оперчасти Юрой зовут Он и проводит Заплатишь ему по такси 200 баксов 70 за вход И 130 за выход Полчасика у вас Екатерины Дмитриевны и будет Как, успеешь? А врачи? Они меня не выпустят Выпустят За два часа Петя тебя туда-сюда Обратно доставит Фейс у тебя уже терпимый Сестрички подстукатурят И все И как-то свадьбу Так что давай отсыпайся Береги свои силы Завтра они тебе потребуются Дело молодое Оно такое Почему Катя Меня не выдала Почему, Катенька Может, не просчитала Да нет Конечно, просчитала Целую версию выдумала Танцора покойника приплела Зачем Меня защищала Значит, я ошибался И все совсем не так Значит, Катя Ни в чем не виновата А я просто поехал головой И сдал ее в тюрьму Малява тебе От адвоката Белого Братишка Где ж ты был, когда мы их убивали Господи, научи Вразуми, что делать Давай Давай Прошу вас. Вы присаживайтесь. Ну, вы тут беседуйте. Минут 30 вас никто беспокоить не будет. А потом я к вам загляну. Окей? Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»